Привет, друзья! С вами программа «Сеть» и я, ее ведущая, Айжан Карибаева. Мы поможем вам найти для себя только полезные из тысячи сайтов интернета. Итак, сегодня в программе. Радостное событие прошлой недели, которое обрадовало не только интернет-сообщество, но и весь Казахстан. Это то, что Илья Ильин одержал победу уже в четвертый раз на чемпионате мира по тяжелой атлетике, которая проходила в Алматы. Конечно же, это событие не осталось без внимания пользователей соцсетей. Онлайн-книги – это самое удобное приложение или ценность, которая переплюнула бумажные носители. Из каких сайтов можно загрузить книги, чтобы брать с собой целую библиотеку книг в одном устройстве? Узнаем в рубрике «Полезная сеть». Фэшн-блогинг – новая специальность современного мира. Фэшн-блогеры первыми вынесли дизайнерские луки с подиумов на улицу и быстрым образом стали популярными. Они являются уникальным механизмом мира моды. А каково состояние фэшн-блогов в нашей стране? Об этом мы побеседуем с блогером Аутнай Имановой. Субтитры создавал DimaTorzok Илья Илин обновил мировой рекорд по тяжелой атлетике до 242 килограммов. В этот победный день ему уркоплескал весь мир. Страницы интернета, конечно же, не оставили это событие без внимания. Победа Ильи Илина в этот день обрадовала всех и в очередной раз дала возможность вывесить пользователям свои фото на тему «Я вместе с Ильей». А также этот чемпионат был успешным не только для Ильина, но и для всех казахстанских тяжелоатлетов. В этой связи было опубликовано интересное видео с участниками тренеров, радующихся победе своих воспитанников. А сайт Ельки-Зет собрал всю информацию, опубликованную в мировых СМИ о биле Илине. Например, нидерландский портал frontpage.fog в своей статье, посвященной Ильину, писал «26-летний казахский тяжелоатлет в весе 105 килограмм был на голову выше своих соперников». А мировое интернет-издание «Евроспорт» в связи с триумфом Ильина добавило его в список спортсменов, которые ни разу не проигрывали. Молодец, Илья! Сегодня нечасто можно увидеть тех, кто читает книги, запылившись в книжных полках. А наоборот, люди читают их онлайн в электронных носителях. Так давайте же узнаем, что же лучше – онлайн или реальность? Онлайн-книги удобно читать не только на компьютере, планшете, смартфоне, но и на специальных электронных устройствах. Среди них в мире лидирует продукция Kindle – компания Amazon. А каким образом удобно читать книги вам? Узнаем у наших зрителей. «В реальности книги, конечно. Там интересно будет и легче, чем искать онлайн». «В реальности». «Почему?» «Почему? Ну так мозг лучше работает, и восприятие, и воображение, и зрение напрягается, я думаю». «В онлайн или как в реальности?» «Нет, в реальности». «А почему?» «Ну, от компьютера глаза болят. От книги нормально все». «А вы?» «Пока еще не люблю читать книги». Если вы не знаете, где можно загрузить электронные книги, то на помощь к вам придут сайты flibusta.net или ikitab.gz, который предлагает книги на казахском языке. Там, наряду с электронными книгами, вы можете послушать аудиокниги и посмотреть видеозаписи и интервью авторов книг. Фэшн-блогинг в последнее время превратился в настоящий модный тренд. То, что модники со всего мира стали одевать дизайнерские одежды прямо с подиума и выводить их на улицу, получило большую популярность среди населения. Мы обсудили это мировое движение с фэшн- и лайфстайл-блогером Алтынай Имановой. «Возвращаясь вот пять или четыре года назад, были две категории фэшн-блогеров. Это такие, как Брайан Бой или там девочка Тави, которые именно писали о моде, именно разбирались о фэшне. А были вторые, как Яра Ферани, Эйми Сонг, они именно делились своим стилем, фотографии своего стиля. И просто людям, мне кажется, нравилась эта простота, что это простые люди с улицы, и они комбинируют вещи, и получаются новые тренды. Именно простота в том, что каждый может сейчас этим стать, наверное, поэтому это стало популярным». Алтынай Иманова открыла свой блог четыре года назад и начала писать посты в стиле моды и лайфстайла. Сегодня на ее блоге «Living Loud» на платформе Tumblr в месяц заходит около 10 тысяч человек. Ее своеобразный casual стиль и открытость со своими читателями привлекает еще большую аудиторию. И сейчас они относят Алтынай к известным блогерам Казахстана. Сначала никто тебе не будет задаривать подарками, это ясно. Да, поначалу я закупалась и постоянными вещами, это достаточно такой большой труд, каждый месяц, каждую неделю закупать себе новые вещи, искать что-то интересное, что людям понравилось. А потом, когда у тебя уже замечают бренды, соответственно, тебе дарят подарки, высылают, что уже становится легче. И для тебя у тебя есть новые вещи, и для своего блога, потому что у тебя есть обновления, и для брендов, потому что ты рекламируешь их вещи. Да, я зарабатываю, но это все-таки остается как хобби, то есть дополнительные деньги. Да, у меня есть некоторая работа с брендами, как и с местными интернет-компаниями, интернет-магазинами, либо интернет-проектами, так же, как с зарубежными интернет-сайтами, соответственно, я промотирую их вещи, я получаю деньги. Каждый человек может открыть свой фэшн-блог и удивить всех своим неповторимым стилем. Для этого нужно открыть бесплатный блог на популярных блог-платформах, как Tumblr.com, Blogspot.com или на отечественной платформе Look.tm и начинать грузить свои фотографии. А для того, чтобы быть еще популярнее, послушайте совет от Altanai. Первое правило, которое должно придерживаться каждый, кто начинает, это постоянность. То есть поначалу, когда ты начинаешь блог, тебе, конечно, в радость всегда все делается. Но потом ты понимаешь, что это приходит рутина, это твоя работа, и нужно продолжать делать, нужно продолжать выпускать посты, нужно постоянно обновлять блог, нужно постоянно вдохновляться и смотреть, что делают другие, брать с них пример, делать это на свой лад. Нужно, скажем, делать свои предложения и высылать брендам, чтобы в будущем, если вы хотите зарабатывать на этом блоге, получать новых клиентов от брендов. На сегодня все, друзья. Не забывайте проверять программу передач на сайте almaty.tv и смотреть выпуски программы «Сеть». А интересные фото и новости будут размещены во всех соцсетях с хэштегом «Тор и сеть». С вами была я, Айжан Карибаева. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!